Помните анекдот про права, которые покупаются вместе с машиной? В Гороце начали судить инспектора ГИБДД, который несколько лет занимался тем, что выдавал права тем, кто не то что экзамены не сдавал, но даже в автошколе не учился. В конце концов Михаил Глебов был задержан и предстал перед судом. Это вы правда, что вы продержите институционные документы? Ничего не буду говорить. Вы действительно в насильник недостоверные сведения о прохождении и тачи экзамена? Вы делали это за денежное вознаграждение? Нет, вообще не делал ничего. Факт совершения противоправного деяния был выявлен сотрудниками оперативно-рыскной части собственной безопасности Главного управления Водороссии по Нижегородской области. Информация была передана в следственные органы, где были возбуждены уголовные дела. Обвиняемый неоднократно, находясь на территории Ковернинского и Городецкого районов Нижегородской области, в отсутствие кандидатов в водители на экзаменах по первоначальным наукам управления транспортным средством, вносил в экзаменационные листы недостоверные сведения о прохождении и сдаче ими экзаменов. На основании фальсифицированных документах, которые были изготовлены самим обвиняемым, жителям другого региона были выданы водительские удостоверения и свидетельства о прохождении ими обучения в школе. Экзамен принимал очень хорошо, лояльно все подходил, никаких замечаний нет. Указанными противоправными действиями была создана угроза безопасности участникам дорожного движения, которая выразилась в предоставлении права управления транспортным средством лицом, не обладающим соответствующими навыками. Скажи представитель закона, почему вы пошли на подделку документов? Я вам объясню. Вам еще раз объясню. Кстати, судят автоинспекторы по части первой статьи «Халатность». В качестве наказания его могут ждать либо исправительные работы, либо арест до 6 месяцев.